Мы на месте. Мы приветствуем Манану. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Посмотри визуально, что-нибудь мешает сканированию. Мешает. У нее на голове такая коробка квадратная, она как прозрачная, как из гипюра, из черного, и вниз идут по всему телу от этой коробки, такие как углы ленты, но они не прямые, они широкие, потом вниз угловатые такие. Хорошо, сканер, вытаскивай эту подключку, вытаскивай все эти кабеля и подключки по всему телу, видимые и невидимые, подсвечиваю эту конструкцию полностью, сканер ее видит, выводит, эту конструкцию формируется в шар перед ней. Еще тянется от этого всего тела, оно как увеличенное тоже. Тело тянет? Нет, тянется от этого квадрата, он начинает выходить, и она тянет за собой еще продолжение. Все вытягиваю, но это время надо было, чтобы установить. Готово. Отправляю это в клетку-тюрьму, больше ничего не мешает. Она сейчас фу, так дует, как руками отгоняет пыль от этого, от себя мешать, ничего не мешает. Пыль? Какую пыль? То, что осталось от этой гипюровой подключки, она такая тонкая, она как знаешь... А еще что-то осталось? Я не понял, сейчас в шар не вошло или что? Нет, просто то, что пыль какая-то от нее осталась, она ее как отдувает от себя, руками отгоняет. Хорошо. Силами его намерения собирают всю пыль вокруг Мананы. Один, два, три. Если в ней есть, она выходит, формируется в шар. Все остатки летят в этот шар, до ста процентов. Но у нее везде в верхних чакрах, до сердечной, включая сердечное сердце, она как грусть выходит, такие маленькие точечки выходят из нее. Помогаемой энергией, выдавливаю все на счет три. Один, два, три. Все выходит. Но шар вышел, он весь состоит из маленьких точек. Отправляю в клетку тюрьмы этот шар. Больше ничего не мешает? Нет. Даю команду на счет три. Скэнер сканирует пространство над головой Мананы под ногами, 360 градусов вокруг нее. Выстраиваются также каналы от этой конструкции квадрата к ответственным и этой энергии шара, который у нас присутствует в шаре. Притягиваем всех ответственным к клетку тюрьмы. Стоят в клетке тюрьмы мои заложники. Скэнер сканирует, находит все. У нас в клетке арахноид, и он как на своей паутине качается. Сжигая его паутину, удар. Полна клетки. Итак, что ты делаешь здесь, паразит? Подожди, есть еще кто-то. Хорошо. Без есть. Это не его подключки, еще кто-то должен быть. Нет, все. Кто установил эту конструкцию? Арахноид наплял. Арахноид, у меня есть намерение сегодня установить в тебя эту конструкцию на ток 80% энергии, которую я сегодня одену на тебя и включу на полную мощность. Я поменяю программу твоей конструкции, а тебе ничего не останется. Ты готов? Он хочет забрать всю эту конструкцию. Это как дом его, ему там спокойно. Тебе надо было об этом думать раньше, до того, как ты окажешься в комнате диагностики на чистке, из которой ты можешь вообще не уйти и со своим домом отправиться в галактическое ядро. Ты не понимаешь, что ты интерферент, и ты зашел без разрешения в биополе, и что ты являешься ее заложником. Если сейчас Манана скажет сжечь тебя, ты уйдешь в галактическое ядро. И тебя домик интересует? Нет, он этого не понимает. Он считает, что он защищен. От чего он защищен? Он считает, как должное, что он может что угодно делать. Влад, дай ему легкий удар 50 тысяч герц. Он залез. Он уже так не считает, что он может делать, что он хочет. Он не понимает, что происходит, почему его бьют. Он в угол поднялся вверх. Хорошо, тебе объяснит межгалактическая полиция. Хотя мне жалко занимать коллег такой мелочью, но все равно. Ты интерферент, ты агрессор, ты напал на нее без ее разрешения. Ты вошел в ее биополе. Сколько ты находишься в этом биополе? Он немножко в шоке. Ты ему подбил место, где у него паутина. И у него сейчас как желтое что-то свисает сзади. Сколько ты на... Да. Отвечай на мой вопрос, иначе у тебя сейчас... Полтора идет, один, запятая пять. Пять чего? Месяца. Хорошо. Какой у нас без? Восемь. Сколько ты присутствуешь? Примял грудь, выпитил, выпитил вперед, чтобы показать свое... Нет, он тебя напугался. Он показать свою важность хочет, что его не надо бить. Я на тебя не нападаю, я тебе задаю вопросы. Нарахнуй, да? Заранее. Хорошо, хорошо, без. Успокойся. У меня к тебе пара вопросов, ответь мне на эти вопросы. Сколько ты находишься в этом биополе? 30, что ли, дней. Он показывает, что он сидит в доме, подъезд нет, где она живет. И у него такая лента, он ее карауливает, за ногу одет, и она заходит в квартиру, он сидит в подъезде, и лента тянется за ней. Он ее делает длинной, куда бы она ни шла. Ты сейчас ко всем в доме подключен или только к ней? В каком доме? В котором ты в подъезде внизу стоишь и ловил Манану? Ну, в самом большом доме он ко многим подключен. Хорошо. А к ней он подключен тоже, но дистанционно. Он играет на ее чувствах, дергает за ее чувства. Хорошо, дергать за ее чувства – это твоя работа. Меня интересует другое. На что именно ты зашел? Ты увидел там какую-то чистоту, которая открывает тебе дверь, или ты просто попробовал свою ленту, войдет она или нет, и она вошла. Это случайность была, поскольку здесь было сказано, что ты поджидал ее, меня интересует. Что тебя заинтересовало там, на кой чистоту ты зашел? Он не то, что поджидал, он за ней наблюдал, он ее видит часто, он видит, как меняется энергия. Но внутри он у нее видит, несмотря на то, что она бывает очень энергетически заряжена, но это все оболочка. А внутри он показывает там такой, как стержень такой большой, он пуст и одиноко. Начинаем с реверса энергии. Даю команду о тонкой копии Мананы спроизвировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, в сущности каждый подходит к своему каналу. Даю команду о тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии Откат всех негативных программ, негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Манане. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним в силе потоки в 50 раз. И к конструкции возвращается весь негатив отдельным каналам. У нас здесь немного, в основном все мы выдавили уже в шар. Хорошо. Мы сбросили, реверс закончился. Хорошо. Начинаем с вытаскивания того, что осталось, без на той частоте, что осталось. Ленты мы вытащили. Лента и осталось, ничего мы не вытащили. Лента осталась. Замоку привязана. Хорошо, выходи, вытаскивай, снимай свою ленту, отключайся полностью. Есть затемнение в биополе? Сердце, наверное, да? Нет у нее затемнений. Все затемнения, которые были, это получается арахноида, паутины. Хорошо. У нее не затемнение, у нее наоборот, как внутри пробито, что ли, пусто. Ее никто не понимает, и она боится показаться не такой. Она продолжает жить, как жила. Здесь мне надо понять, это работа интерферентов или это ее собственная слабость? Арахноид влиял на эту ситуацию? Да, арахноид усугублял, он грусть вот эту давал, грусть у нее от сердца и выше, как она в какой-то, это не депрессия, а как какой-то негатив, а как в постоянном каком-то состоянии грусти. Грусть или недовольство, одно и то же, это негативные низкие энергии. Если человек на этих энергиях находится, ему и приходят совсем другие мысли. Но это не то, что недовольство, это постоянно именно у нее какая-то грусть. Вот у нее нет источника радости. Так надо его найти. А вот здесь бес уже говорит, что ей хочется развиваться, ей хочется познавать, в том числе себя и дать дорогу душе. И что в этом плохого? Познавать то, что хочет душа. Ну ты же не намерен ей мешать? Ее неправильно поймут. Кто ее? Родственники? Тот с кем? Она живет. Тот, кто ее знает. Ее неправильно поймут. Если ей интересно чужое мнение... Тот, кто ее знает. Я понимаю. Тот, кто ее знает, если ей важнее ее собственного развития, то она ничего в жизни не добьется. Если человек хочет чего-то добиться в жизни, его не должны интересовать мнения людей, которые вообще не понимают, о чем идет речь. Это ее жизнь. Она в ее руках. Ее право решать, как она живет. Если она свое право отдает, другим приходят такие, как вот у нас клетки стоят. Здесь очень просто. Здесь надо брать и идти дальше. Вот это она говорит, что она не настолько сильна и показывает в ее внутрь самый центр сердечной чакры. Хорошо, Манана. Если вы не начнете делать, это никто не сделает за вас. Нет такой техники, чтобы я мог вам передать свои знания. Вы должны их сами потихонечку набирать. А набирается книгами, интересными вещами, которые вы должны интересоваться, проверять, анализировать. Только так вы продвинетесь дальше. Читать книги – это одно. И у нее много знаний, информации получено. Но рассказывать об этом – это совсем другое. Здесь тебя за сумасшедшую могут посчитать. Манана, не надо никому об этом рассказывать. Все очень просто. Есть ситуации, когда не надо говорить другим людям, другим душам, чем вы занимаетесь. Потому что это ваша личная жизнь. Вы хозяйка своей жизни. Если вы считаете, что ваша жизнь зависит от окружения или с кем вы живете, это частичная правда. На самом деле вы хозяйка. Вы выбрали это решение. Вы можете поменять его. Если вам так важно мнение других людей, я еще раз говорю, вы не сможете достичь развития. Иногда она это знает, а иногда окружение поглощает ее. Хорошо, но здесь выбор ее – принимать слова окружения или развиваться. Это ее выбор. Действительно, я ничего здесь с тобой, Вера, мы не можем ничего здесь сделать. Это вопрос развития ее души. И только она в состоянии запустить этот процесс. Мы только на это можем указать, как и куратор, и сказать, что ей можно или нужно делать. Мы это сделали. Но первый шаг делает она всегда. Если первого шага не будет, не будет и второго, и третьего. И вообще ничего не будет. Извините, Манана, за эти слова, но, к сожалению, пока это печальная такая вещь, когда вы делаете свое счастье, свое внутреннее счастье и развитие души зависимым от обстоятельств. И обстоятельствами, я считаю, это люди, которые вас окружают. Вы не должны обращать огромного внимания на эти вещи. У вас своя программа, должна быть свое мнение. Если его нет, этого мнения, вы берете точку зрения тех, кто вас окружает. А эти люди сами полны интерферентов. Что они вам посоветуют? Хорошо, закончили это лирическое отступление. Итак, ты говоришь, бес у нее тоска внутри находится, да? Пустота. Хочешь получить ее? Ну, пустота, она и есть пустота. А есть что-то в ее биополе, что для тебя интересно сейчас? Эмоционально. Давай сделаем так, по-другому вопрос. Ты хочешь получить эмоциональный фантом? Он говорит, выдави, посмотрим. Выходит эмоциональный фантом Мананы, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкооперационные эмоциональные энергии. Проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Фантом у нее такой бледно-серый, бледный такой цвет, и там как раз досада и изолированность. Манана готова расстаться с этими энергиями? С удовольствием расстанется. Сворачивай эти энергии в шар. Забираешь без? Мало, ну давай. Ты посмотри. Отправляю без. Готов. Хорошо, без. У меня к тебе вопросов на настоящем этапе нет. Но это была сегодня наша первая встреча. Это значит, что ты будешь находиться в подъезде. Я тебя не буду оттуда выгонять. Я не буду ничего делать. Но ты никогда не войдешь больше в ее биополе. Ни с ленточками, ни без ленточек. Я буду Манану проверять. Если я случайно обнаружу при проверке твою подключку, и ты окажешься здесь, посмотри на арахноида. Предупреждение. Он перешел границ. Я надеюсь... Ладно, ладно, я понял. Готово уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Он уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Ли на связи. Ли, у меня здесь... Я редко тебя за арахноидов прошу, но здесь я такой, который даже не понимает, что он что-то неправильно сделал. Мне кажется, кто-то должен ему перевести на его язык. Он установил конструкцию биополя, она находится в клетке, квадрат был такой активный. Да, вижу. Жилье проверьте. Сейчас будем проверять. Благодарю тебя. Такие покрывают несколькими слоями, не жалея своей паутины. Это больше, чем паутина. Это как покрытие. Они покрывают, нижние слои сжигаются, верхние заполоняют. Пространство. Все понятно. Хорошо, разберусь я с этим сейчас. Благодарю тебя. Артефакты? Уничтожей. Открывая под конструкцией и квадратом все, что принес арахноид, воронку в галактическое ядро, все уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Давай заправим сейчас Манану и проверим квартиру. Посмотри, сколько энергии нужно Манане и какая частота вибрации? 380 и 27. На 4 макушку головы Манана начинает поступать 7 высокоибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Чистота вибрации поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Манана, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Спокойно чувствую в этих энергиях. Приятно мне очень. Отлично. Обратите внимание, что вы можете каждый день испытывать такое ощущение. Вы должны заправлять себя энергиями, чувствовать эти энергии, потом поднять вибрации, потом синхронизировать и гармонизировать эти энергии. При этом все визуализировать. Я очень надеюсь, что в следующий раз, если мы встретимся, мы увидим уже осознанную душу, которая сделала какие-то шаги в своем развитии. Без оглядки на других людей. Я надеюсь... Делаю я, может, не так быстро, но делаю. Хорошо. Постигаю, как могу. Я хотел сказать, не обращайте внимания на мнение других людей, если касается это вашего личного духовного развития. Они вам не советчики в этом. Держите все в своих руках. Вы хозяйка своей судьбы и своей души. И душе надо развиваться. Время идет. И она этого требует. Или просит. Хорошо. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую. Купим Мананову и ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Отключаемся от объекта.